ревзи привет в этом выпуске мы расскажем вам про сам велосипед для трек лакроса рассмотрим мы сегодня мега крутую тачку это fuji бери fuji rf fuji declaration с легким слоупингом на хром каком-то там сплаве это 51 ростовка на мой 184 рост скажу вам так я справился с этой проблемой я просто задрал седло вверх взял большой угол подъема выноса принципе меня это спасает короткая база я такой весь юркий могу проскочить между любыми деревьями чем мне нравится эта рама тем что у нее охрененные зазоры в которые встает до 35 а возможно даже 38 резины это очень практично и если у вас есть желание катать то подойдет совершенно любая рама хоть старый спорт шоссе хоть новый спорт шоссе хоть трековый спорт бит там все что у вас есть но не забывайте что это не должно под вами развалиться с рамой мы закончим и перейдем к колесам колеса у меня стоят стоковые бомб трек которые прекрасно себя показали уже на протяжении нескольких сезонов они крепкие на 32 спицах ничего в них особенного нет просто прочные хорошие колеса о весе я не говорю потому что я думаю что это бессмысленно их не жалко они мощные они крепкие и это то что нужно резина стоит 32 которую я просто нашел в соколях по самому дешману хотелось бы конечно поставить сюда 35 ничего не особенного нет есть явный протектор погрязи она идет очень даже уверенно и спокойно а сейчас переходим к приводу у меня стоит система микки примата ужаснейшего синего цвета я не представляю на какой другой комплит она могла встать но на этом фиолетовом фуджи она смотрится идеально и даже стильно не забывайте про это звезда здесь стоит 42 это самое маленькое что я мог найти и собственно говоря мое мнение что такая звезда должна быть у вас всегда это удобно это практично и всегда вас выручит каких-то обстоятельствах можно конечно обойтись и большой задней звездой если нет наличие маленькой передней можете играть с передачами как хотите но запомните что в лесу вам не нужна большая вам нужна маленькая передача где вы сможете свободно раскрутить в любую кочку в любой луже че перепрыгнуть через любое бревно это основы трекла кросса говоря о передаче мы имеем ввиду 2 и 2 2 и 6 кому как удобнее у кого какие есть силы в ногах теперь перейдем к педалям наверное вы спросите почему у тебя гребаные тук липсы как ты на них поедешь да легко я на них поеду меня это совершенно не смущает по двум простым причинам у меня нет мтб контактов как обуви так и самих педалей шоссейные педали а также стрепы мы вам не рекомендуем по той простой причине что ими в грязи орудовать очень сложно что скажем о подсидели и седле это наверное самая элитная дорогая вещь на этом велосипеде это подсидел томпсон всем известный он здесь стоит по ошибке потому что я не успел его поменять на что-то более то что мне не жалко седло обычная спеш какое-то которое у меня просто валялась которая вроде как у меня жопа не болит про руль могу сказать что это стоковый рейзер от этого же фуджика светкими же грипсами которые на нем есть не его не жалко мне собственно даже удобно на нем я могу сказать катайтесь на чем вам удобно и то что вам не жалко потому что это трек лакросс удобнейшая ширина руля 550 650 это то что позволит вам удобно маневрировать между кочками и деревьями если он будет больше у вас есть вероятность задеть дерево столб либо соперника еще одна отличительная деталь этого велосипеда это крыло которое собственно вам совершенно не пригодится не одевайте его она будет только мешать здесь она для красоты что еще сказать по велосипеду да ничего это должна быть повозка для грязи для фана которую вам не очень жалко не ваш любимый дорогой алюминий или карбон который вы боитесь поцарапать там смазываете его маслицем обтираете салфеточкой этот велосипед который не жалко и напоследок хочется сказать ребята всем насрать какой у вас комплит главное ваше участие в этом мероприятии спасибо я поехал и 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